Эдуард Успенский. Приключения крокодила Гены и его друзей. Читает Екатерина Маловичка. Крокодил Гена и его друзья. Вступление, которое можно не читать. Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка, а может быть даже две или пять. У меня, например, когда я был маленьким, было три любимых игрушки. Громадный резиновый крокодил по имени Гена, маленькая пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным названием – Чебурашка. Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой – заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру. Глаза у него были большие и желтые, как у филина. Голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что Чебурашка – это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах. Сначала я очень боялся этого неизвестного науки Чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате. Но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю. С тех пор прошло очень много времени, но я все равно помню своих маленьких друзей и вот написал о них целую книгу. Разумеется, в книге они будут живые, а не игрушечные. Глава первая В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена. Это они сказали слону, что он слон, жирафу, что он жираф, а зайцу, что он заяц. Но слон, если бы подумал, мог бы догадаться, что он слон, ведь у него уже очень простое имя. А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Пади догадайся, что ты не гиппотам, не попотам, а именно гиппопотам. Так вот и наш зверек. Он никогда не задумывался над тем, как его зовут, а просто жил себе да жил в далеком тропическом лесу. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он себе, гулял, и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать. Спал Чебурашка крепко. Он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики. После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие. Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый Чебурашка. Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты и посадили на стол. Но Чебурашка не мог сидеть на столе. Он слишком много времени провел в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел-сидел, смотрел по сторонам, а потом взял, да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел, чебурахнулся снова, на пол. — Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте. Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка. — Но как же мне с тобой поступить? — спросил директор. — Не продавать же тебя вместо апельсинов? — Не знаю, — ответил Чебурашка. — Как хотите, так и поступайте. Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен. А во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда же его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали уцененные товары. — Ну что же, — сказал директор номер два. — Мне нравится этот зверь. Он похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне? — Пойду, — ответил Чебурашка. — А что мне делать? — Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно? — Понятно, — сказал зверек. — А где я буду жить? — Жить? Да хотя бы вот здесь. Директор показал Чебурашке старую телефонную будку, стоявшую у входа в магазин. Это и будет твой дом. Так вот и остался Чебурашкой работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе, но зато под рукой у Чебурашки всегда находился телефон-автомат, и он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из собственного дома. Правда, пока ему некому было звонить, но это его нисколько не огорчало. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...